Да, политолог Дмитрий Орешкин выходит на прямую связь с Грэмом Дмитрием Борисович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у нас сейчас был разговор такой с Сергеем Жирновым, этот бывший разведчик-нелегал, и он свою версию озвучил. Он считает, что Пригожина убили еще до этого взрыва, а там, возможно, везли уже не живого Пригожина. Какова ваша версия того, что произошло, и стала ли для вас этой неожиданностью? У меня нет версии, как это произошло. Я же не бывший сотрудник спецслужб. Я думаю, что его убили. Как убили? Ракеты, воздух-воздух, земля-воздух или бомбу, которую на борт подложили. Это дело техники. То, что должны были убить, ну, мне кажется, я и в эфире Грэма раз говорил, что, скорее всего, не жалею. Ну, понятно, что мы никогда не знаем, когда это произойдет, но по правилам мафии Амерта, закон молчания, смерть, а тут совершенно очевидная попытка перехватить власть, Путин такого не прощает. Поэтому, ну, я думал, его там чаем напоят или там новичком намажут, что-нибудь такое. Да, собственно говоря, сколько людей, включая самые высокие персонали во властях, например, Соединенных Штатах, довольно откровенно говорили, что следовало бы очень внимательно относиться к тому, что он ест или пьет. Ну, решили грохнуть на самолете. Это функционально удобнее, потому что вместе с ним погибла его руководящая головка, что резко снижает опасности, исходящие от этой группы товарищей. Потому что в одиночку они нуждаются в руководителе, они сами не могут воевать. А руководители и ближайших к руководителю его заместителей устранили одним разом. Это, конечно, функциональное преимущество. С другой стороны, конечно, они погрузили страну и, главным образом, сторонников Путина и Пригожина в состояние оторопения, которое называется когнитивный диссонанс. Поэтому, мне кажется, абсолютно неинтересно обсуждать тему, как его грохнули. Ну, это специалистам, в конце концов, виднее. Причем, понятно, что специалисты с той стороны границы будут стараться, будут иметь меньше конкретного материала и вряд ли они будут допущены к этим материалам. Хотя, по закону, любое крушение гражданского судна должно расследоваться при участии производителя этого судна. В данном случае, бразильцев. Соответственно, бразильцы должны были бы получить и записи черных ящиков и так далее. Вот посмотрим, получат или не получат. А допустят их или не допустят. Покажут им результаты того, что называется инструментальным контролем или не покажут. Сильно сомневаюсь, что в полной мере их допустят до обзора ситуации. А так, ну что, понятно, что масса будет спекуляций самых разных. Вот, по-моему, уже некоторые из наиболее одаренные товарищей придумали, что это взорвалось французское вино, которое им подарили. Интересное вино, оно взорвалось ровно в тот момент, когда самолет взлетел, когда на борту были все семь пригожинских спутников. То есть вино, видимо, с искусственным интеллектом. Оно не только взрывается, но еще и знает, когда взрываться. А это Караулов озвучил, нет, Дмитрий Борисович? Вы каково сейчас цитируете? Это Серега Марков, отец родной. А, ну конечно. Безошибочный политолог, да. Ну для него понятно, что это происки западной разведки. Не может же отец родной Владимир Владимирович Путин своих героев России так очевидно и цинично мочить. Хотя на самом деле именно так и происходит и, кстати, в этом проблема. То есть обсуждать-то надо не само событие. Обсуждать надо реакцию на это событие. А реакция очень интересная, потому что те, кто принадлежит, как назовем, политическому классу или к номенклатуре, или к лицам, принимающим решения, иногда это еще называют элитой, они понимают, что Путин грохнул. Вот это они прекрасно понимают. И для тех, кто рядом с Путиным, это сигнал, чтобы боялись. Для тех, кто рядом с Пригожиным, это сигнал, чтобы отчаивались. Потому что представьте себя на месте условного майора или полковника, который не дурак и понимает, как на самом деле все это произошло. Собрали всю военную головку, посадили в самолет, пожали им руки, что-то им там пообещали. Ну и после этого, значит, при взлете, ну сколько там, несколько минут лететь от Москвы, от Шереметьева до Твери. Тут же сразу, значит, и уничтожили. После этого скупая мужская слеза, выражение соболезнований. И может быть даже после этого начинается уже ментальное конструирование. Или из Пригожина будут делать народного героя, в зависимости от того, какое решение примет Кремль. Или наоборот, из Пригожина будут делать, ну скажем, там, неудавшегося олигарха, который всего-то навсего и мог воровать казённые деньги. Вот Тальч Сталин эту технологию отработал в совершенстве. Мёртвый политик должен быть другом, потому что он не опасен. Поэтому вполне логично построить пантеон, его прославлять в веках и так далее. Он для народа, это объект поклонения. Народ, представление Тальч Сталина, это какая-то орда 14-15 века. Мозгов у него не должно быть, вместо истории у него должен быть героический эпос. И вот, пожалуйста, замечательный пример героического эпоса – это господин Пригожин. Я думаю, что будут из него делать герои. И тут Путин человек рациональный, он свои личные ненависти, презрения и страх перед этим человеком преодолеет. И понемножечку будут из него лепить герои. Ну, мы это уже и наблюдаем. Вот уже появилась совершенно отчётливая секта кувалда поклонников, у которых даже нет на уровне физиологии нормальной человеческой реакции на эту самую кувалду. Когда кону-то расшибают башку кувалдой, у нормального человека это вызывает отвращение. А для них это символ, не знаю чего, мощи, справедливости, бог знает чего ещё. Вот вся та уголовная составляющая, которая, начиная с сталинских процессов, пустила корни глубоко в ментальности моего народа, она как бы раньше её стыдились. А сейчас она стала доминирующей. Вот кувалда – это круто. Кувалда-носцы, православные кувалда-носцы с одной стороны, такие телевизионные кувалды-поклонники, с другой стороны, вообще-то от такого зрелища нормального человека выворачивает. Так же, как и от войны с Украиной. Это отвратительное занятие, совершенно бессмысленное. А им кажется это важным, им кажется это существенным, и они ищут себе героя. Так вот, для народа это понятно. Народу из пластилина слепят всё, что угодно, и народ в количестве, ну как минимум двух третей, будет это, как говорят специалисты, хавать. People have it. Это их вот такая профессиональная формула. А вот для элитных товарищей, которые очень хорошо понимают, как оно на самом деле устроено, вот это серьёзнейшая проблема, особенно для вагнеров. Они все кинулись из Белоруссии, и кто куда. Вот интересно, какая-то часть поехала в Россию, на своей собственной технике, их на границе будут встречать ФСБшники, складывать в мешок или в лукошко, как грибы, и отправлять на фильтрацию. Потому что они опасны. Они люди с определённым боевым опытом. У них есть наверняка какие-то там захоронки с оружием на российской территории, и некоторые из них будут мстить. Поэтому за ними надо следить в четыре глаза, и это будет сделано. Некоторые из них пытаются спрятаться на территории России, прикинуться лопушком и так далее. А некоторые, понимая, что с ними сделают те же самые ФСБшники, некоторые с ужасом пойдут воевать за Украину. Потому что Украина уже поняла эту самую ситуацию и предложила части пригожинцев, которые сочли ниже своего достоинства идти под Шойгу. Ну, там же, помните, примерно 25 тысяч воинства Пригожина было. Из них две трети подписали контракты с Шойгу, то есть ушли из-под Пригожина под Шойгу, а треть пошла с Пригожиным как за Моисеем, как с отцом родным. Так вот, теперь они все осиротели, и в ужасе мечутся, как вот те самые млекопитающие с хвостами, которые не знают, куда деться. И они очень опасны. Потому что у них то, что называется посттравматический синдром, у них эмоции боевого братства. Ничего, кроме как убивать, прерываться, обманывать, подставлять, они не умеют. Это профессиональные головорезы. И вот теперь за них будет борьба между украинской элитой и российской элитой. Во время войны головорезы нужны. Вопрос только, с какой страны они будут воевать. Ну, конечно, большая часть пойдет скорее под Путина. Хотя наиболее продвинутые понимают, что именно он убийца их вождя и их героя. И примерно такие же чувства испытывают те, кто не армейцы, но просто понимают, что происходит. Они понимают, что это закон мафии. Вход рубль, выход 10. Вот Пригожин попытался нарушить эти правила. Ну и светлая память Пригожина. Ну вот как раз и русский добровольческий корпус тоже предложил ЧВК «Вагнер» прийти на их, на сторону Украины, как они сказали, и уже потом пойти маршем на Москву. То есть такое предложение было сделано, они там видеозапись записали. Но что касается того, что вы сказали, насчет того, как будет Пригожин, возможно, мифологизироваться в дальнейшем, уже сейчас мы видим, что как раз ваши слова подтверждаются в том смысле, что и Путин сказал, что это трагедия, выразил соболезнования и вспомнил годы знакомства с Евгением Пригожиным. Кстати, годы знакомства вызвали сомнения, поскольку вроде думали, что в 2000-х они познакомились, а оказывается в 90-х. Но, может быть, Путин что-то перепутал, тоже вполне может быть. И Кадыров уже высказался и тоже сказал, что он был достойный человек. Ну, это я еще не дословно цитирую. Но и похоронят даже его, возможно, укрыв российским флагом, как героя России. Об этом сейчас тоже говорят. Но вот вопросы, которые приходят к вам. Вопрос Дмитрию Борисовичу, почему Песков так нервничает и оправдывается. Песков тут появился и сказал, что это абсолютная ложь, что Кремль причастен к гибели Пригожина. Ну и как написал Плющев, кстати, в своем аккаунте, фух, отлегло, если Песков сказал. Нет, ну если срочно вызвали из отпуска Пескова, это уже, значит, как серьезно к этому относится. И уж если Песков сказал, что это точно не Кремль, значит, точно Кремль. Вот Песков — это проверенный человек. Если и скажут правду, то только по ошибке. Ну вот еще вопрос. А кто следующий, Дмитрий Борисович, спрашивает наш зритель Йоси? О, слушайте, ну такие, вещи предсказать чрезвычайно трудно. Я думаю, что эти ситуации будут усложняться и учащаться. Потому что крыша отъезжает все дальше и дальше. Соответственно, врагов делается все больше и больше. Политическая ситуация не улучшается. Остается только искать тех, кто наносит удар в спину. Вот сама по себе политическая философия удара в спину — это признак некомпетентности и неконкурентоспособности. Ну как проигравшая в футбол команда говорит, что мы играем хорошо, но судья или еще кто-то нанес удар в спину. Враги, предатели кто-то пас не дал вовремя, потому что ему проплатила естественно американская администрация. Вот как только появляются прошу прощения такого рода высказывания, так это означает, что приехали. Ну вот приехали. Это все тоже технология вполне таких сталинских времен, когда надо людям объяснить, почему прогрессивная, планомерная экономика Советского Союза не может людей накормить. Потому что враги, потому что нам всех завидуют, потому что мы самые передовые и весь империалистический мир слюнями истекает от ненависти и от зависти и хочет нас уничтожить. Поэтому жрать нечего, в магазинах купить нечего, но зато мы крепчаем. Самое ужасное, что народ это ел или делал вид, что ел. Но это уже не важно, потому что никому в голову не приходило товарища Сталина остановить, когда он врал о великих достижениях социалистической экономики. И многие люди до сих пор верят, что самое удивительное, хотя могли бы проверить по объективным показателям, нет, не умеют и, что самое главное, не хотят. Бог с ними. То же самое и с этим. Значит, ситуация будет, как и у Сталина, к концу жизни втягиваться в черную воронку. Врагов и предателей будет все больше. С одной стороны, потому что побед не просматривается, надо кого-то винить. А с другой стороны, потому что мозги делаются все агрессивнее. И вот то, что раньше Путин находил в себе возможности и силы скрывать, он понимал, что это неприлично, скрывать делается все труднее. И поэтому начинаются вот такие демонстративно-отвратительные акции. Я думаю, что три года назад он бы так себе не позволил вести с Пригожиным себя. Потому что, ну, демонстративно убили человека. Но он бы что-нибудь другое там. Ну, как Литвиненко аккуратно напоили там чаем с полонием. И то всплыло. А сейчас Путин уже все равно. И ему кажется, что в ночных кошмарах ему грезится то, что кругом враги. Поэтому надо их, наконец, до смерти всех уничтожить, выжечь каленым железом. Это все дико напоминает сумеречные последние годы Сталина, когда он там требовал истреблять космополитов. А от господина там Рюмина из НКВД требовал бить смертным боем прямо в тексте врагов социалистического строя, которых он воспринимал как личных врагов. Так вот, будет все больше врагов. С ними будут вести все более жесткую борьбу. На этом какие-то там Рюмины будут выслуживаться и получать какие-то звездочки. Потом, если что-то не понравится вдруг вождю, то и этих Рюминах будут приносить в жертву, как Сталин охотно и обильно истреблял НКВДшников, тех же самых. Но люди, по-видимому, плохо это... Люди типа Рюмина. Плохо это понимают и плохо понимают, чем это кончается. А кто поумнее, тот будет подальше от Путина, потому что центр агрессии это Владимир Владимирович Путин. Центр агрессии в политическом смысле, центр агрессии в социальном смысле. Чем ближе к нему, тем больше шансов попасть под его параноидальное стремление найти кого-то виноватого. Поэтому, конечно, я вам не назову, кто будет следующий, но предположу, что следующий будет из какого-то не очень далекого от Путина круга. Найдут кого-то, кого надо будет разоблачить, покарать. Ну, естественно, там идет озверенная конкуренция, кто на кого настучит и кому первое лицо поверит. В общем, в любом случае этот конвейер, мне кажется, будет работать на ускорение. И врагов будет все больше, и казней законных, незаконных, каких угодно, тоже будет все больше. Ну, это прям как в осени Патриарха, там ведь тоже в конце этот Патриарх, он уже мучительно сомневался во всех, и для экономии боеприпасов там расстреливали в две шеренги. Ну, так написал Марцин. Ну, так в воспоминаниях Хрущева про Сталина написано, что вот когда он его подозревал, Хрущева, в том, что он на самом деле украинский дворянин, надо же было такое придумать, когда его Хрущев каким-то диким напряжением воли смог разубедить, что я, извините, я всегда был Никитой, он объясняет, Тарыш Сталина, тот тоже большим усилием воли себя остановил, вот этот приступ паранойи, и потом там уже Никитин сказал, что страшный я человек, никому не верю, себе не верю. Вот эти вот круги сужаются, и безумие хлещет уже через край. Пока еще нет, пока еще, в общем, можно найти какие-то рациональные оправдания, но на самом деле, конечно, это вот холодная ненависть, параноидальная ненависть ко всему миру, который не хочет жить по-путински. И в этом смысле страна, которая подчинилась вот такому менеджеру, обречена. Мне, в конце концов, не так Путин волнует и не так пригожен им обоим место на... Ну, ладно, не будем говорить, где им место, а вот 140 миллионов человек все-таки, мне кажется, что это некоторый человеческий ресурс. И если он в своем большинстве принимает вот такие условия жизни с поклонением кувалде, то, во всяком случае, это вызывает некоторое разочарование в том, что я, например, привык считать русской культурой, и которую привык уважать. А как, на ваш взгляд, вот на эту новость, которую, кстати, совсем не уделили внимание федеральные каналы, я имею в виду сейчас крушение аборта Пригожина, и вот как, на ваш взгляд, на это будет реагировать, и будет ли вообще какая-то реакция в российском обществе, то есть, условно, даже хотя бы, если говорить о разговорах на кухне, это разговоры о том, что сильный президент молодец и правильно сделал, что отомстил, условно, своему тому, кто восстал против него, или же какая может быть реакция, или аполитическая реакция? это будет, мне кажется, довольно очевидно, пока телевидер молчит, потому что не спустили главную разработку, как это дело осуществить? Песков был в отпуске, поэтому вот сейчас он нажал. Ну, да, но, в общем-то, помимо Пескова, там есть товарищи, которые могли бы сделать несколько наработок, как именно будем действовать дальше? Значит, я думаю, действовать дальше они будут так, очень просто. Как погиб Пригожин, никто не знает, примерно через 2-3 недели забудут все эти сомнительные вещи с помощью, опять же, телевизионной пропаганды и телевизионных манипуляций, и сложится такое ощущение, что враги уничтожили. Вот как там враги, там ранили Николая Щерса, враги сожгли в топке Сергея Лозо, никто же не знает деталей, кто кого как, жег по какому, кто на кого стукнул, кто кого слил и так далее. Василий Иванович Чапаев и прочие герои. Это же все как раз тот самый пример героического эпоса. Это все эпические фигуры, специально построенные, так же как 26 или 28 героев-панфиловцев, так же как Зоя Космодемьянская, так же как Гастелло, капитан. Так непонятно, кто на самом деле направил самолет, или может быть его напарник Маслов, был такой тоже летчик. В общем, оба погибли, но из кого-то сделали героя, теперь уже нельзя трогать, потому что пошатнется вера народная. Так вот сейчас они будут лепить эту веру народную. Кто как убил, обсуждать не будут. Путина здесь не будет вообще, конечно. Конечно, убили враги. А Путин, преломив свое личное отношение к этому персонажу, будет держаться в стороне, а работать будет Песков и его ребята, или там какой-нибудь Марков, какой-нибудь Соловьев, какой-нибудь Киселев, который за 2-3 недели сформирует этот миф, его останется в памяти народной, как герой, который улетел на небеса с кувалдой в задницу в качестве мотора. И вместо сердца пламенный мотор. Ну что же, Дмитрий Борисович, в этой аналогии вас отпустим. Благодарим вас за то, что нашли время сегодня выйти в прямой эфир нашей программы. Спасибо и всего доброго. Спасибо, удачи вам. До свидания. Дмитрий Орешкин был на прямой связи с Грэм.